МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень крутая, очень интересная, очень веселая. 44-й день рождения города Атомщиков. Будем обживаться, обставляться, ремонтироваться потихоньку. Мечты сбываются. 13 семей готовятся к новоселью. Программа рассчитана именно на формирование здорового образа жизни. А баскетбол – это часть программы нашей. Малыши приняли эстафету оранжевого атома. Выбор сделан. 9 сентября завершился единый день голосования. В этот день жители Десногорска отдавали свои голоса за кандидатов в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва. Ровно в 8 часов утра свою работу начали 11 участков избирательных комиссий. В региональный парламент 6-го созыва от Десногорска были выдвинуты 5 кандидатов. Неравнодушные к будущему города избиратели вышли в воскресный день из уютных домов, чтобы поддержать своего фаворита. Во-первых, это мой долг. А во-вторых, не хотел оставаться в стороне. Очень хочу, чтобы жизнь в Десногорске улучшилась. Не только в Десногорске, но и в районе. Надо участвовать в голосовании, чтобы решались вопросы управленческие города, области, в целом страны. Я хожу на выборы и сейчас пришел для того, чтобы проголосовать за людей, которые придут и принесут пользу городу и людям. И мне в том числе, и моей семье. Самое главное, я ему пожелаю, своему кандидату, чтобы он проводил работу в том плане, чтобы больше доверия к власти было. Своим избирательным правом воспользовался и глава города Андрей Шубин. Он проголосовал на участке, расположенном в детской библиотеке. Мы сегодня определяем свое будущее на ближайшие пять лет. От того, кто придет сегодня в областную думу, зависит развитие не только нашего региона, а в данном случае и нашего города, если мы говорим конкретно о городе Десногорске. Поэтому лично мне, как главе муниципального образования, небезразлична судьба нашего города и наших людей. Потому что от тех кандидатов, которых мы сегодня выбираем, и политических партий, как я уже рассказал, будет зависеть наше будущее. В единый день голосования для обеспечения правопорядка и безопасности граждан на избирательных участках работали свыше 30 полицейских. На каждом участке была установлена система видеонаблюдения. Общественные наблюдатели на протяжении всего дня также следили за ходом голосования. По предварительной информации областного избирательного комитета, смоляне отдали за единороссов более 36% голосов. На втором месте – коммунистическая партия, у нее 23%, третья – ЛДПР, 19,8%. У партии пенсионеров и эсеров – 9,3% и 7,8% соответственно. Избирательная кампания и ход голосования на выборах прошли без серьезных нарушений. Окончательные результаты голосования будут объявлены в следующем выпуске новостей. Яркий, красочный и незабываемый, впрочем, как и всегда, Десногорск отметил свой 44-й день рождения. Как это было и чем в этом году порадовали жителей, смотрите в нашем сюжете. Насыщенная программа и масса веселья – этим отличается любой праздник в нашем городе. Но день рождения – особенная дата. Даже те, кто обычно предпочитает сидеть дома в этот день, не остаются безучастными. Традиционные мероприятия начались с шествия трудовых коллективов. Несколько тысяч десногорцев, организованной колонной, прошли по центральным улицам города. Это работники образования и их воспитанники – врачи, строители, водители и атомщики. Все старались представить свои предприятия и организации как можно красочнее. Возглавляли шествия знаменосцы, символизирующие социально значимые проекты госкорпорации «Росатом», объединенные в рамках уникального мероприятия «Росатом вместе», стартовавшего на территории нашего города в этом году. Конечно, особые слова благодарности и почет были направлены в этот день ветеранам и участникам войны, первостроителям и ветеранам атомной энергетики. Именно они создавали и развивали наш город и атомную станцию. Благодаря им мы имеем красавиц Десногорск. С трибуны их приветствовали руководители города и станции, духовенства и депутаты. Празднование Дня города проходило сразу на нескольких площадках. Например, на Аллее славы возле администрации состоялось ежегодное обновление доски почета. В этом году в летопись трудовой славы города занесены еще 12 имен. Это транспортники, медики, педагоги и заслуженные работники 12 организаций. Спасибо вам за вашу такую приверженность вашим традициям, за любовь к вашим профессиям, за силу вашего характера, за верность избранного вами пути. Это очень важно. А на городской эстраде Десногорцев ждала обширная развлекательная программа. Для самых маленьких жителей были организованы спортивные эстафеты и игры. Помогали им в этом ростовые куклы. Они же волонтеры Центра культуры и молодежной политики. Каждый желающий мог в этот день записаться в их ряды. Разнообразные конкурсы, ярмарки, аттракционы для детей, фотозоны на баннере и с необычными милыми зверюшками. И неизменно хорошее настроение. Все это в достатке присутствовало на празднике. Праздник был замечательный. Все понравилось. Живое выступление. Организовано для детей. Все хорошо. Вокруг все светло, весело, красиво, оживленно. Это ощущается. Город цветет. Очень круто. Очень интересно, очень весело. Вообще мне нравится это все. Безупречное звучание великолепных голосов и виртуозное музыкальное сопровождение в исполнении Смоленского русского народного оркестра имени Виктора Дубровского. Выступление коллективов Центра культуры и молодежной политики, гостей из Смоленска и Брянска, а также групп «Он-Офф», «Все сложно» и «Хейлис». Все это и многое другое десногорцы могли увидеть на праздновании Дня города. Программа длилась до позднего вечера. Завершилось празднование великолепным фейерверком. 7 сентября в торжественной и трогательной обстановке десногорцы стали счастливыми обладателями ключей от квартир. О том, как это было, смотрите в нашем сюжете. На церемонии вручения заместитель главы города Александр Новиков поздравил новоселов со знаменательным и радостным событием в их жизни. В условиях, скажем так, мягко, непростой экономической ситуации мы все-таки вместе с Вами, с Вашей помощью нашли возможность порадовать несколько семей нашего города, состоящих такой длинной-длинной очереди, от вручения ключей от квартир. Хочу пожелать Вам всем в новом жилье новых успехов, новой жизни, здоровья, и чтобы эти квартиры стали для Вас действительно уютным, семейным, где с домом. Всего на самом деле лучшего. 13 семей получили долгожданное жилье по договорам социального найма в доме номер 180Б 6 микрорайона. В дальнейшем они смогут приватизировать жилые помещения и распорядиться ими по собственному желанию. Новоиспеченные жильцы ждали получения квартир более 10 лет, и сегодня они не скрывают своего счастья. Будем обживаться, обставляться, ремонтироваться потихоньку. Так что, я думаю, всё это очень приятно и хлопотно. Это событие для нас очень значимое. Там будет жить, по-видимому, мой сын, он студент медицинского вуза, и будет работать в Десногорске. Председатель Комитета имущественных и земельных отношений Ольга Романова рассказала, что совсем скоро ещё несколько семей получат возможность улучшить свои жилищные условия. У нас ещё в этом доме остались квартиры, там мы просто обрабатываем документы, проверяем гражданную нуждаемость перед предоставлением. И ещё у нас поступили заявления о предоставлении вне очереди отдельным категориям граждан. Ну а дальше всё зависит, конечно, от строительства жилья. Всего в очереди на получение жилья по договору социального найма находится более 400 человек. В детском саду «Лесная сказка» стартовал новый спортивный проект «Детский сад здорового образа жизни». Эту программу удалось реализовать благодаря поддержке Центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом» и концерна «Росэнергоатом». В рамках этой программы в дошкольном учреждении стартовала спартакиада «Планета баскетбола Оранжевый атом». Наша съёмочная группа побывала на открытии состязаний. Смех, гамм, море улыбок – именно так началось торжественное открытие спартакиады «Дешкалят». Малыши пришли поздравить почётные гости – представители Центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом» Эдуард Азаров, тренеры Евгений и Данил Томиловские. О задачах проекта нам рассказала заведующая детского сада «Лесная сказка» Жанна Суханова. Программа у нас расписана на весь год, естественно. Программа «Детский сад здорового образа жизни». Мероприятий будет много, это и обучение азам баскетбола, и спортивные мероприятия. Мы направлены на то, чтобы деток приучать к спортивному, к спорту. Физическое развитие – это главное для того, чтобы дети наши были активны в жизни, успешно обучались и в дальнейшем достигали каких-то целей поставленных. Поэтому программа рассчитана именно на формирование здорового образа жизни, а баскетбол – это часть программы нашей. Ребята приняли участие в спортивной игровой программе, с удовольствием участвовали в эстафетах и устроили танцевальный флешмоб. Праздник завершился вручением браслетов и сладких призов всем детям. Поехали! И коротко о погоде. 11 сентября в Десногорске будет облачно с прояснениями. Днем плюс 23, ночью плюс 14. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desna.defistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова